Створение сетки агротуризма в Калинковском районе, отремание якостной продукции в Брагинском, открытие центра молодежных инициатив в Будо-Кошалевском, проекты разной посудности, али объединенные огольной задачей, притягнение населенияства до выращения проблем конкретной мясовости. На Ветковщине вы решили заработать больше разностранным быт проживающих в доме-интернате Шубина. Середний взрослых этих людей 84 годы, али это не значит, что для них не найдется годный заняток. Нельзя сказать, что проживающим в доме-интернате нема чем заняться. Знашной популярностью у Шубина користаются, например, высокие посиделки с выкористанием народных песен. У администрации таких заняток витают, али влечить, что житье тут можно заработать еще больше разностранным. Проект отримал назву «Зеленая аптека». В его рамках запланованы целых широк мероприемств. На первый отриманный транш, например, набыли метаблок для господавших потреб. Наступным кроком повинна стать реконструкция цеплицы. В последний час она пришла в такой занепад, что начала уявлять реальную погрозу. Али уже в этом году тут планують начать вырошивать Городнину, что в свою очередь дозволить не только отримать додатковый урожай для властной столовой, али и сделать жизнь больше разностранным, тем больше, что ответственный опыт уже есть. Когда садили деревья в прошлом году, молоденькие саженцы, то многие вышли помогать. И просто у них улучшилось настроение, что они скоро увидят эти свои плоды, своего труда, ждут, ухаживают за этими деревцами. Поэтому мы посмотрели, что они хотят быть активными, просто надо им дать, чем заняться. Увагуле супрационерство с международными организациями по реализации инициатив населенства в Ветковском районе активно началось в 2010-м. За минулый час и колодежи у парадок приводили. И сучасные в окна у школах ставили, чтобы дети не хворили. Головное выложить интересную идею и доказать ее жизненную необходимость. В Музее староверства и белорусских традиций в рамках программы Организации объединенных наций «Развитие международные доследшие и информационные сетки по Чернобыле» набыли сучасное мультимедийное обстреливание. За годы помогают теперь проводить экскурсии. Когда ранее об экспонатах рассказывал только экскурсовод, то теперь можно почуть еще и людей, яких называют носбитами культуры. Наш музей имеет опыт многолетний, опыт экспедиционной деятельности. И те сведения, все, что получали мы в деревнях и продолжаем получать, мы получаем от подлинных, настоящих людей, носителей традиций. И мы, когда вводим экскурсии, мы пользуемся этими сведениями, которые мы собрали. Но человеку впечатляет, когда он слышит настоящую песню или настоящий рассказ о том, как это делалось. Олег Сентюров, Евгений Матенко, телерадио-компания «Гомель», Ветковский район.